Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня очень интересная история о очень странной смерти. Есть такой господин Боц, чиновник, бывший, сейчас бизнесмен, человек богатый по меркам России. Об обстоятельствах этой странной смерти и вообще всего дела мы поговорим с адвокатом Иваном Яновичем Беляевым. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Иван. Спасибо, что пригласили. Иван Янович, ну вот когда вот эти документы, которые вы предоставили, ваш рассказ, мы его проанализировали, мы сопоставили все, что происходило, ну нас, конечно, многие вещи поразили. Мы не часто встречаемся с такого рода историями, когда настолько, ну как бы цинично и настолько нехитро была каким-то образом сопровождена, сопровожден конец жизни человека. Причем вот человек уважаемый. Ну, давайте я начну, а вот вы нам будете подсказывать и давать какие-то комментарии. То есть вот Георгий Валентинович Боос. Как я уже сказал, он ныне является авторитетным бизнесменом с очень большим прошлым бэкграундом в российской политике. Этот человек сейчас владеет, руководит большой фирмой, которая занимается светом, она БЛ Боос Лайтинг Групп называется. Участвует во многих тендерах, обороты, ну там миллиардные. Вот. Ну, это не самое интересное. Самое интересное то, что вокруг вот этой компании произошли вот эти вот вещи, по которым мы хотим рассказать. В этой компании работала давно старейший работник, некая Ирина Каинсон. Она достаточно уже в преклонном возрасте закончила работу, закончила сотрудничество с этой компанией в возрасте 81 года. Ну, закончила только по одному обстоятельству, ее поразила болезнь, инсульт. У нее был инсульт. Вот. А дальше произошли очень интересные события. Давайте вот, Иван Яныч. Ну, я узнал эту историю с того момента, когда ко мне обратилась ее единственная родственница на тот момент. Это был август 2019 года. На меня вышла Потапова Татьяна Анатольевна. Она живет и тогда проживала на территории государства Израиль. Кем она приходится, Ирине? Она единственная племянница. Родная. Это дочь единственного брата Ирины Яковлевны, на тот момент уже покойного. У нее не было детей? Своих детей у нее не было, семьи своей у нее не было. Она одинокая? Да. Она жила, по сути, жизнью своего брата, жизнью своей племянницы. И компанией, в которой она работала. Ну, естественно, да. Ко мне обратилась Татьяна Потапова из Израиля и сообщила, что она не может связаться со своей единственной родственницей на территории России, Коэнсон Ириной Яковлевны. Обратилась она ко мне примерно в середине августа и попросила помочь разузнать, что произошло с ее тетей, потому что тетя болела. И коллегами по работе, именно работавшими в компании БООС Лайтинг Групп, была нанята сиделка. И все, что мы сделали, это обратились в Останкинский ОВД, который располагается по месту жительства Коэнсона Ирины Яковлевны с заявлением о розыске человека. Ну, и такое же заявление направила Потапова Татьяна Анатольевна через интернет, по электронной почте, почте на сайт ГУВД Москвы с просьбой найти ее родственницу. То есть вы потеряли человека, которого там законным образом стали пытаться найти. То есть вы сделали запрос в органы, да, и вы сделали запрос еще в какие-то инстанции для того, чтобы просто найти человека. Но ведь племянница же, она знала, что она живет дома, что за ней уход. То есть есть люди, которые каким-то образом помогают ей, да? Наверное, она тоже обращалась, вопросы задавала. Да, племянница знала, она регулярно выходила на телефонную связь с Ириной Яковлевной. Но в какой-то момент, примерно 3 или 6 августа, связь прекратилась. И Потапова Татьяна Анатольевна запаниковала. Татьяна Анатольевна знала, кто ухаживает за ее тетей. Организует уход. Да. Ну и непосредственно ухаживала сиделка Чебакова Людмила, Галина. Она из Ивановской области и была она нанята, со слов Потаповой, Боос Екатерины, дочерью известного политика. Ну вот родной дочери Бооса. Да, у которого Георгия Валентиновича Бооса. И Татьяна Анатольевна Потапова мне прислала через интернет, через ватсап, прислала мне сканы, копии, переписки. Она звонила своей тете безрезультатно, потом писала Екатерине Боос с просьбой сообщить, что с ее тетей. Писала сиделки, скиншоты мне присылала. И писала по электронной почте в компанию, в которой тетя раньше работала. Вот Светосервис, Боос Лайтинг Групп. Везде била тревогу и никто ей не отвечал. Ну отвечали так, с вашей тетей все нормально, она приболела, тра-та-та. Ну то есть никакой конкретики не давали. Это была середина августа. Потом нам удалось связаться с исполнителем в Останкинском УВД. Исполнитель рассказал, что он выходил по адресу. Это Москва, улица Бочкова, дом 5. Это тот дом, в котором проживал Шукшин. И ему никто не открыл. Ему никто не открыл. А через некоторое время все-таки он вышел, оперативник, вышел на сотрудников компании Боос Лайтинг Групп. И к нему пришел сотрудник службы безопасности этой компании и дал показания, что Каинсон Ирина Яковлевна умерла. При этом не сказал, в какой больнице. Сказал, что она умерла. И силами компании организованы похороны. Смотрите, компания, это юрлицо. Даже если ты бывший работник, старейший работник, они могли из хороших чувств, из благотворительных позывов, мотивов, они могли благодарность ей за многие годы отданной компании организовать ее быт, существование, будучи уже пораженной тяжелой болезнью. Никто этого запретить не может. Но разве могут... По сути, они же посторонние люди. И начальник службы безопасности, и вот эта компания, и все, кто там принимал участие, которых мы сейчас этих людей всех обозначим. Но они разве имели... Вот вы как юрист просветите. Они разве имеют право распоряжаться судьбой этого человека, подписывать бумаги какие-то из-за этого человека, ну вот каким-то образом... Да и даже хоронить вообще. Да я не знаю, лечить. Вот они имеют право это делать. Нанять сиделку, наверное, да. А дальше? Ну, конечно, они не имеют право принимать судьбоносные для человека решения. И все вопросы должны решаться по согласованию с родственниками. С близким родственником. Да. Либо с самим человеком, если он дееспособен. А если уже человек не в состоянии принимать каких-то здравомыслящих решений, то, конечно, нужно обращаться к родственникам. Но здесь такая ситуация сложилась, что с родственниками не только не советовались, а даже не ставили в известность о том, что человек заболел, его состояние ухудшилось, в какую больницу она помещена, не сказали, что она умерла. То есть, исходя из вашего расхата, получается, что работники компании, которые организовали уход, ну, то есть сделали благое дело, когда родственники забили тревогу и начали искать покойную, да, уже теперь мы знаем, что она покойная, то есть они стали от нее скрывать этот факт, пока не подключились уже органы, да, которые пришли. И к этим органам вышел отвечать на эти вопросы начальник службы безопасности. Да, абсолютно верно. Который, как бы сказать, был тоже допущен, получается, к этой информации, да, каким-то образом, раз он отвечал на вопросы от противников. Они же не как юрлицо организовали. Кто подписывал договор с сиделкой? Начальник службы безопасности пришел в полицию, принес доверенность от компании Боас Лайтинг Групп и сообщил, что похоронами занималась эта организация. Кто подписывал договор с сиделкой, нам выяснить не удалось за более чем два года разбирательств, потому что сиделка ни разу не явилась в суды и ни разу не явилась к сотрудникам правоохранительных органов. Я лично был свидетелем звонка у первополномоченного Останкинского ОВД, первополномоченного уголовного розыска, который набрал на мобильный телефон сиделки, которая живет в Ивановской области, представился и попросил ее дать показания в рамках проверки. Что ответил сиделка? Сиделка сказала, что она никаких показаний давать не будет, что господин Буянов занимается всеми ее вопросами. А господин Буянов кто это просветить уже у нас? Господин Буянов это сотрудник компании Боас Лайтинг Групп, который некогда работал вместе с конецом Ирина Яковлевна, работал в этой компании, занимался и сейчас занимается вопросами маркетинга, продвижения. И кому он подчиняется в компании? Подчиняется руководителю, а на сайте компании указано, что руководителем является Боас Георгий Валентинович. То есть он представитель господина Боаса. Дальше. Сиделка сказала, что всеми этими вопросами занимается Буянов, который нанял для нее юристов, адвокатов. После вот этих событий, когда стало известно, где находится бабушка, то есть в этот момент уже она находилась в могиле, я так понимаю, да? Ну, мы узнали буквально вот сразу после смерти о том, что, ну, в конце августа мы узнали. А предварительный вопрос ее близкой, ну, самой близкой родственницы, родной племянницы, компания уходила от ответов, да? То есть она не отвечала, где бабушка, болеет, не болеет, что, как она? Ничего не сказали они, мы все узнали от правоохранительных органов. И что выяснилось потом, когда уже стало ясно, что человека нет? Прежде всего мы хотели понять, при каких обстоятельствах умерла Ирина Яковлевна. Сотрудники правоохранительных органов Останкинского ОВД глубоко разбираться не стали. Сказали, что она умерла после продолжительной болезни. То есть они цитировали показания сотрудника службы безопасности компании БОС Лайтинг Руб. Он сказал, что она долго болела, умерла, с ней была сиделка, ну, якобы обычная рядовая смерть. Я только не могу понять, какой юридический статус дающего объяснения и руководителя службы безопасности. Он имел какое-то отношение вообще к этим событиям? Насколько я понимаю, что нет? Дело в том, что он мог бы выступить свидетелем, если бы он лично сам наблюдал, как человек болеет, как организован уход. Я так понимаю, что он все сведения, я предполагаю, что он всеми сведениями обладал только со слов показаний, со слов других лиц. Ну, той же сиделки, если он с ней общался, а может быть, со слов дочери БОСа. Доподлинно мне неизвестно, откуда он обстоятельствует. Предыстория небольшая. Ирина Коинсон, она была старейшей работником компании, которую управлял БОС. Оставшись одной, за ней нужно было ухаживать, у ней был в 16-м году инсульт, БОС нанял ей сиделку. Очень хорошее, благородное дело своей старейшей работнице нанять сиделку. Это в 16-м году. В 19-м году, 20-го августа, она умирает. И вот умирает она при очень странных обстоятельствах. И вот что вам позволяет сказать, заявлять, что вот эти обстоятельства были странные? Ну, когда мы стали выяснять, при каких обстоятельствах умерла Ирина Яковлевна, мы в первую очередь собирали документы, медицинские документы о смерти. И мы узнали, что к ней приезжала частная скорая медицинская помощь. То есть, не государственная, а частная ООО ГК медицины. Насколько я понимаю, одно из самых главных, то, что с 16-го года по 19-й врач ее не видел. То есть, она не подвергалась никакому медицинскому обслуживанию. Но это серьезное заболевание. Это инсульт. То есть, там однозначно какая-то консультация врача, кто-то должен прийти, лекарства должны быть какие-то назначения. Она должна быть, еще раз, я хорошо это знаю, научу тебя невролога. Ну, то есть, должны быть какие-то манипуляции врачебные сделаны. Они вот были сделаны или не были сделаны. Дело в том, что она в 16-м году наблюдалась в местной поликлинике своей по месту жительства. Обращалась по поводу инсульта. Но в дальнейшем медицинская карта как будто прерывается. И больше никаких обращений в поликлинику по месту жительства по поводу инсульта и других заболеваний нет. То есть, она лежала, у нее была сиделка, которая за ней ухаживала. И все, врач какой-то ее посещал, какие-то лекарства она принимала. Я могу утверждать, что мы таких сведений не нашли. Потому что суд, преображенский суд города Москвы, в котором рассматривалось дело о признании наследников недостойными, делал запросы. Делал запросы в медицинские учреждения, в том числе поликлинику и больницы по месту жительства. И в департамент здравоохранения города Москвы о предоставлении истории болезни Коэнсон Ирины Яковлевны. И мы получили по этим запросам только историю болезни из поликлиники, в которой обрывается, по сути, насколько я помню, точно не могу утверждать, в 2016 году. То есть, с 2016 года, до того, как приехала скорая, ее не видел медработник, но не читая той сиделки, которая, кажется, не была медработником. Ну, отсутствие документов из государственных лечебных учреждений говорит о том, что с высокой долей вероятности ее никто не лечил. И она не наблюдалась в каких-то государственных больницах и поликлиниках. Так вот, проходит три года. Почему все-таки скорую вызывают? В скорую позвонила сиделка Чебакова Людмила Семеновна. Это сиделка? Да. Но представилась она Анной почему-то. Это зафиксировал врач... В карте вызова, да? Это зафиксировано в карте вызова дежурным сотрудником ОГК «Медицина», который принимал этот вызов. А можно вопрос здесь, почему она не позвонила в 03 или 103? Для меня вот это и является одним из... По-моему, это первый позыв вообще. Почему надо звонить в какую-то частную, которая... Ну, наверное, из хороших побуждений будем надеяться на это. Можем предполагать. Потому что вы сами подумайте, да, что сиделка из другого региона, она знать не знает, что такое ОГК «Медицина». Какая-то частная... Но она кому-то могла задать вопрос, кому-то из-за вот этих вот людей, которые опекали. Не был, наверное, какой-то свой наниматель. Я предполагаю, что тот, кто нанял сиделку, тот, соответственно, и давал ей совет, куда ей обратиться. Может быть, и контактные телефоны давал. И вот приехала скорая. Частная скорая. Частная скорая. Что он? По документам? По документам, скорее всего, так и есть. И что он записал? Какие были его наблюдения? Он пришел и первое, что сделал, фиксировал состояние больной и узнавал анамнез о сиделке, то есть историю болезни. Он увидел, что состояние больной он описал как гиповолимический шок. Что это? Я не специалист, но согласно той терминологии, которая распространена в средствах массовой информации, это состояние, связанное с резким потерей жидкости и электроитов в организме. То есть организму не хватает ни воды, ни питания. Крайняя степень ослабленности организма. Измождение. Измождение, да. Скорая увезла в больницу. Интересные подробности, которые сообщила сиделка, она сказала, что последние две недели мало ест кондиционерная и мало пьет. То есть практически не употребляет пищи. И вот в течение суток у нее уже отсутствие восприятия речи и выпадение языка. То есть человек... И это продолжается две недели. Дальше, я так понимаю, что скорая везет ее в Юсуповскую больницу. Естественно, частная скорая везет туда, куда скажут. В данном случае отвезли в частную больницу, в Юсуповскую больницу. О нейроклинику. Ну, звучит неплохо. Частная больница... То есть забота на лицо вообще. Оф, да, заплатил. При поступлении в больницу ей ставят ишемическую болезнь головного мозга. Ну, фактически это является инсультом. Так вот, согласно действующего постановления правительства, значит, при таких обстоятельствах любая частная клиника обязана перенаправить пациента в государственную клинику с неврологическим отделением, где должны в течение короткого времени уже начать предпринимать срочные меры по купированию инсульта. В чем я вижу ненормальное поведение того лица, которое находилось рядом с Коэнсоном Ириной Яковлевной? Ну, во-первых, непонятно почему в течение полугода, а это зафиксировано в медицинских документах, что состояние Коэнсона Ириной Яковлевны ухудшалось. Потому что врач, который в Юсуповской больнице ее лечил, ставит под вопросом, что примерно около полугода у нее уже возникали нарушения когнитивные, и развивалось поражение головного мозга. И вот этот довольно длительный период не было организовано наблюдение за больной со стороны компетентного медицинского сотрудника. Что говорит сиделка? Почему она этого не делает? Сиделка отказалась от показания. Сиделка отказывается давать какие-либо комментарии. У меня вопрос. Смотрите, частные больницы, ну, вещь, безусловно, не дешевая. Кто-то должен был подписать договор на обслуживание. Вот скорая привезла. Они же должны принять человека к себе. То есть услуги платные. Кто подписал договор? Договор подписало три человека. Причем три человека последовательно подписывали договоры. Но там не один должен быть. Там должен быть договор на обслуживание, договор на предоставление разрешения на медицинские вмешательства. Последовательно подписывали три договора на оказание медицинской помощи. Первый договор подписала сиделка, которая присутствовала при госпитализации. Она, видимо, сопровождала Ирину Яковлевну скорой. Она подписала договор и внесла какую-то оплату. Договор на что? На медицинское обслуживание? На госпитализацию, на медицинское обслуживание. Имела она на это право? Ну, юридически у нее никаких прав не было. Второй договор абсолютно такой же был подписан некой гражданкой Захаровой. Мы доподлинно не знаем, кем она приходится, Боосу Буянову. Возможно, это какой-то из сотрудников, но точно не могу сказать. И третий документ, это тоже договор на медицинские услуги, был подписан гражданином Буяновым. Это тот самый сослуживец, который организовывал медицинскую помощь. Мы уже его идентифицировали как правую руку господина Бооса. Можно и так сказать. Ну, или одним из топ-менеджеров сотрудникам Боос Лайтинг Групп. Правильно? Да, правильно. Но Буянов подписал больше документов, чем все остальные. Он еще подписал согласие на медицинское вмешательство. Что, в принципе, на что у него отсутствовали какие-либо полномочия. Потому что он посторонний человек. А больница не проверила эти полномочия? Ну, он представился законным представителем. Ну, для этого должны быть какие-то бумаги, опекунство или что-то еще, или справка о родстве. Законный представитель – это действительно либо родитель, либо это опекун-попечитель. Но таких документов у Буянова не было и никогда, и не может быть. А больница вообще имела право принимать такого рода больного? Вот согласно медицинским протоколам. Она не имела право принимать на лечение кондиционную Ирину Яковлевну. По какой причине? Потому что при первичном приеме и впоследствии был установлен диагноз. Ишемическая болезнь головного мозга, инсульт. И они должны были незамедлительно перенаправить ее в государственное лечебное учреждение, в котором есть неврологическое отделение, с возможностью оказывать срочную медицинскую помощь больным с инсультом. Этого сделано не было. Вот здесь мы делаем акцент большой, дорогие друзья. Он заключается в следующем. Пожилой человек болеет. У нее очень тяжелая болезнь, инсульт. В 2016 году случившись. По всем правилам, по всем протоколам медицинским, этот человек автоматически встает на учет к неврологу. Он должен проходить обследование, он должен получать определенного рода лечение. С 2016 по 2019 год у юристов и у стороны потерпевшей у них нет никаких сведений, что предоставлялись какие-либо медицинские услуги. Была нанята сиделка, которая в течение полугода наблюдала ухудшение состояния. В течение последних двух недель она наблюдала молча, не вызывая, не обращаясь к никому. Молча наблюдала еще более худшее ухудшение, которое привели практически к состоянию комы. Это говорит о том, что человек даже был обезвожен. Это говорит о тяжелейшем состоянии с выпадением языка и другими очень неприятными симптомами. Только тогда была вызвана скорая, но не государственная, а какая-то коммерческая, которая это состояние зафиксировала и отвезла ее в коммерческую клинику, которая называется Юсуповская больница. ООО нейроклиника. В этой Юсуповской больнице абсолютно посторонние для этого человека люди подписывают договор на ее медицинское обслуживание, подписывают договор на разрешение на медицинское вмешательство. Больница, не проверив полномочия этих людей, никаким образом принимает эти бумаги. И вопреки существующей инструкции Минздрава, правительства и медицинскому протоколу, не отправляет ее в специализированные медицинские учреждения, оставляет у себя на лечении. Как проходило лечение, Иван? Мы инициировали проверку самостоятельно, написали заявление в Росздравнадзор с просьбой проверить, как врачи оказывали медицинскую помощь. Было совершено около 10 нарушений нормативных актов Минздрава. А именно, первое, нельзя было принимать на лечение, но мы об этом уже сказали. Второе, медицинская помощь, а именно консультации врачей, потом исследования, такие как компьютерная томография и прочие медицинские исследования, не будем вдаваться в подробности, оказывались не своевременно. Запоздание было на сутки, было и более опоздание, что категорически не допускается при лечении таких сложных состояний, как инсульт. Я так понимаю, вообще, то, что они не имели права лечить этого больного, да, то есть они должны были его отправить в специализированное медицинское учреждение. А само лечение проходило ни шатко, ни валко, хотя инсульт имеет некую особенность, то есть здесь очень важна скорость, здесь идёт буквально на часы. Согласно акту Росздравнадзора, лечение проходило с значительным запозданием. Это очень плохо, но давайте ещё один факт, который нам известен как редакции, я хочу, чтобы вы его озвучили. А как закончилось медицинское обслуживание покойного женения Ирины Коэнсон, как оно завершилось, чем, какими было? Дело в том, что мы видим ещё один странный документ, который появился где-то 13 или 15 августа, сейчас уже точно не вспомню. Там за несколько дней до смерти. За несколько дней до смерти, буквально там за 3-4 дня, господин Буянов пишет заявление об отказе от медицинской помощи. Я доподлинно не знаю, чем он был мотивирован, когда писал такое заявление об отказе в проведении реанимационных мероприятий. Здесь другого и не видится, кроме того, что человек хочет, чтобы тот человек перестал получать медицинскую помощь в таком состоянии, это равнозначно смертью. То есть, получается, из бумаг, это должны разбираться не мы, а компетентные органы, видно, что человек заинтересован в смерти вот этой больной, к сожалению. В общем, такой отказ был получен. И у нас есть эта бумага в распоряжении? У нас этот документ есть, но дело в том, что по выписке из медицинской карты видно, что её вроде как продолжали лечить после этого отказа. Но сам факт, для чего человек подписывает этот документ, если он желает продолжения лечения человека, непонятен. Дорогие друзья, наконец, вот эта картина, мы её нарисовали, она заканчивается тем, что поступившая незаконно туда оформленная лицами, которые не имели к этому отношения, больная, значит, была принята клиникой без проверки полномочий людей, которые подписывали бумаги о её медицинском обслуживании и о праве вмешательства в её медицинское обслуживание. Значит, клиника, которая не имела права её принимать, это говорим не мы, это говорит уже профильное учреждение Росздравнадзор, это выводы уже сделаны, бумага находится в распоряжении редакции. Потом в какой-то момент больной продолжает оказываться медицинская помощь, и те люди, которые её туда положили, которые подписали эти бумаги, они подписали ещё одну бумагу об окончании и отказе от медицинского обслуживания, после чего она через несколько дней умирает. Печально, все нарушения налицо, и казалось бы, вроде люди хотели, наверное, сделать доброе дело, и хотели помочь бабушке, и от доброго сердца даже шли на некоторые нарушения, да, и принимали на себя ответственность за принятые решения, которые повлекли в итоге смерть этого человека. Всё было бы, ну, может быть, по-человечески понятно, если бы не одно маленькое «но». Дело в том, что завещание на квартиру гражданки Ирины Коэнсон, покойной ныне, было оформлено лично на Георгия Босса, да, на голову этой компании Босс Лайтинг Групп. А все люди, которые принимали участие в обслуживании, ну, попечительстве и в судьбе, и в итоге в смерти этого человека, были его сотрудниками. И, в частности, даже там где-то попадается и дочь его Екатерина. Вот. Но квартира, в которой жила гражданка Коэнсон, была завещана конкретно господину Боссу. Отзвещание есть в распоряжении редакции. А вот этот господин Буянов, который лично подписывал вот эти бумаги, да, и на госпитализацию, и на отказ от медицинского обслуживания, на него были завещаны остальные активы госпожи Ирины Коэнсон, такие, как, например, денежные вклады. Какое их там было? Ну, со слов Потаповой Татьяны, племянницы, она говорит, что у Ирины Яковлевны было около 8 миллионов денежных средств. Вот. 8 миллионов денежных средств. Ну, это со слов уже потерпевшей стороны, родственницы, близкой потерпевшей. Там находились достаточно внушительные деньги. 8 миллионов – это серьезные деньги, это накопление. То есть, наша история здесь, в общем-то, закончилась тем, что мы теперь видим, что эти люди не просто проявляли благотворительность и рассказывали про то, какая она старейшая работница, что они заботились. Здесь явно прослеживается мотив. А поскольку смерть наступила при очень странных обстоятельствах, обстоятельствах, которые были следствием незаконных действий вот этого количества людей, вот этого ряда людей, у которых, оказывается, как сейчас выясняется, был мотив завещания. То есть, прежде чем заняться благотворительностью, в кавычках, они получили от этой женщины завещание на квартиру господин Буянов и господин Буянов на ее активы. Ну, в частности, денежные. Какие еще он забрал, мы пока не знаем, но будем выяснять. Значит, дело в том, что Потапова была инициатором трех судебных разбирательств именно по этой теме. Вы с вашей программой можете изучить, это не закрытая информация, а открытая. То есть, было три рисковых заявления. Да, у нас все эти материалы есть, мы их изучали, да, у меня есть эти материалы. А, мы их изучали. Ну, отлично. Помимо этого, ей и ее представителями были написаны жалобы в ФСБ, в прокуратуру, в Следственный комитет, в милицию и т.д. и т.п. Да, даже главный муравьин в городе Москве был. Ага. Ну, и вы понимаете, да, то есть, это уже переходят всякие границы. Поэтому участие принимать там еще и вот в подобного рода мероприятиях, ну, как-то уже, я не знаю, уже не хочется просто тревожить память человеку, в честной связи. Так что, спасибо за предложение. Это история с трагическим концом и абсолютно очевидно, ну, по действиям этих людей, по документам, которые мы видели, что человеку нам, скорее всего, помогли. Мы это не можем утверждать, но пока это выглядит так. В этом должно разбираться следствие. Мы со своей стороны примем активное участие. Мы знаем, что вы уже пытались это сделать, что вот эти дела все заволокичивают. Мы будем делать от себя от редакции запросы. Дело вопиющее. Более того, здесь замешаны громкие имена. Давайте вспомним, что компания БЛ Групп, БОС Лайтинг Групп, находится в районе Алексеевский, я так понимаю. Ну, там граница Останкинский-Алексеевский район. Ну да, то есть находится в том же районе, где находится квартира. Завещания и на БОСа, и на Буянова были оформлены и неоднократно переоформлены, как я хочу отметить, у одного и того же нотариуса, Орловой, которая находится на первом этаже здания, где находится офис компании БОС Лайтинг Групп на проспекте Мира. И когда я пришел в нотариальную контору с вопросом написать и подать заявление о вступлении единственной родственницы в наследство, так как нервничал нотариус Орлова, я не видел, чтобы хоть один нотариус на моей практике так нервничал. Действительно, ситуация странная и некрасивая. Есть мотив, а это самое главное. В ней нужно разбираться, мы пошлем запросы, мы попытаемся комментарии, чтобы нам дал сам непосредственно участник БОС. До новых встреч!